ну что друзья всем большой привет я сегодня обещала вам рассказать про все игры которые у меня есть по циферкам вернее не про игры даже больше а про пособия у меня вот есть сейчас покажу вам вот такая большая коробочка сегодня вот сейчас буду доставать из нее все что там есть и рассказывать какие пособия у меня есть часть из них покупные часть самодельные поэтому посмотрите что из этого вы можете найти где-то у себя в магазинах что можете сделать сами сейчас я переключу камеру чтобы показывать вам все 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 свои игрушек так и буду разбирать свою коробочку вот она вот такая у меня большая полная буду показывать и рассказывать как я это использую ну вот эти штучки я вам уже показывала уже многие себе их успели приобрести на самом деле очень хорошо очень детям нравится очень с большим удовольствием они с ними работают на вставляют циферки можно циферки угадывать на ощупь с эти с этой же штучкой да можно циферки угадывать по прорези считать складывать примеры из самих цифр много чего можно с ними придумать вот такие наверное есть очень многих из фикс прайса что я с ними делаю любые игры на ощупь мы отгадываем можем где-то их поискать в какой-нибудь той же коробочке с крупой сенсорной коробки можем просто наклеить на стенах их поискать на стенах до побегать от одной циферки к другой просто вот эти вот мягкие цифры они больше более привлекательны для деток еще у меня есть вот такие вот классные фетровые цифры не решили на заказ и тоже детки их очень любят они очень любят тут вот эти тактильные ощущения эти эту игру я показывала же тоже в профиле мы играем в игру на ощупь на то есть в парах дети загадывает один из них и какую-то цифру берет второму ребенку дает ручки и второй ребенок должен отгадать на ощупь что же за циферку ему дали очень хорошо деток занимает вот еще что еще если уж мы начали вот с такими мягкими модулями работать что вот такие что сейчас будет немножко громко такие пазли это я покупала на алиэкспресс там был набор пазлов алфавит плюс цифры тоже похожая штучка вот на эту можно вытащить цифры собрать можно составить цифры в правильном порядке можно сделать задание когда вы несколько разных цифр просите ну скажем так соединить да то есть найди все единички они должны разные разные формы единички найти а вот такие такие и вот такие и так далее да и назвать их по-английски конечно же вот тоже хорошая штучка полезная всегда пригодится и они очень очень недорогие что радует вот еще любимая наша игра эти игры некоторые я уже показывала в профиль ну может быть кто-то видел кто-то не видел поэтому расскажу буквально все что есть коробки старая же такая видно да потертая игра просто обычные картонные рыбки обычная скрепочка и удочка у меня есть удочка фикс прайс настоящая есть вот такая самодельная это палочка суши и вот такой большой магнит это из чего-то компьютерного он потому что очень-очень такой тяжелый сильный ну дети просто ловит рыбак и называют цифру цифру которая не написаны либо цвет либо сколько они поймали и так далее очень хорошо очень любит вот прям рыбачи они могут каждое занятие поэтому можно сделать очень советую всем что-то вот подобное себе в копилочку игр не пожалеете вот что еще у меня есть но есть магнитные цифры с магнитными цифрами можно тоже играть на ощупь можно опять же их собирать по форме находить похожие можно решать примеры с ними можно можно играть в что пропало то есть это чем больше у вас будет разных разных игрушек тем интереснее детям да потому что детям нужно всегда что-то новое нужно разнообразие чтобы они не уставали не замутнялась у них восприятие да и не притуплялась так еще что у меня тут есть еще не есть вот такие классные недавно совсем сделала шаблончики для крышечек для фрута крышечек то есть есть циферки и деткам нужно выложить соответствие с цветом и с количеством нужны на количество фрута крышечек тоже очень хорошо сработало мы уже попробовали дети с удовольствием меня это сделали так 3 лет такими работали ну в принципе можно с возрастом и постарше про фрута крышки еще выложу пост расскажу где я брала такие шаблончики ссылочку где я их брала еще что у меня есть вот такие шаблоны для пластилина для пластилина и для мелких предметов а вот эти самые игры заплатки которые я очень люблю как раз когда мы проходим счет это вот с трехлетками в основном и четырехлетками мы выкладываем по счету нужное количество мелких предметов пуговиц например либо это все заклеиваем пластилинчиком еще есть еще обычные есть еще обычные просто игры да просто пособия ничего в них такого суперского нет но они тоже хорошо работают это мы кстати делали с одним ребенком не помогал циферки писал сам то есть нужно к тучкам найти нужное количество капелек как бы такого новаторского ничего здесь нет но опять же повторюсь чем больше вас будет разных пособий тем лучше детям будет интереснее тем лучше вы раз-два поиграть с игрой и уже не будет интересно очень мы любим считать божьих коровок и божьих коровок и точечки на них это игра для прищепок мы считаем сколько здесь коровки точечек и выбираем нужную цифру либо прищепка это отмечаем либо кладем стекляшку вот эту дали пуговицу не важно вот насчет игра еще есть у нас эти рыбки с этими рыбками мы играем со скрепочками да то есть нужно на рыбку надеть правильное количество скрепочек вот мы надеваем 13 ну и так далее тоже здорово тоже пальчики работают детки увлекаются этой трой есть у нас такие дольки как раз когда мы проходим еду мы напоминаем счет да то есть я стараюсь чтобы задания были как-то тематически связаны да то есть не просто мы цифры голые тренируем и тренируем то есть чтобы мы считали что-то вот по теме там чтобы это было как-то все-таки осмысленно для детей сюда мы укладываем на эту дольку семечки прям тыквенные настоящие семечки мы укладываем нужное количество вот сюда на каждую дольку смотря сколько на ней написано катья经 какая цифра написано вот по такому же принципу что мы еще делаем не делаем вот такие гнездышки да по такой уже принесу сколько какая цифра написана на гнездышке столько мы выкладываю и яиц условно говоря то есть такие стекляшки мы выкладываем и считаем в соответствии с тем, что написано. Есть у меня вот такие шаблончики, видите, на всяких картонках использованных сделаны. Есть бабочки с количеством каким-то точечек и их нужно посадить на правильный цветочек. Посчитать точки, посадить на цветочки. Очень даже здорово работает. Можно работать все вместе выбегать, можно работать в парах, можно индивидуально, хоть как можно. Абсолютно универсальная игра. Для прищепок еще вот я нашла такие заготовки. Здесь просто в кружочках написаны цифры, а детям нужно сделать из этого цветочки, то есть к каждому кружочку прицепить нужное количество прищепок. Сюда 7, 7, 6, 10 и так далее. Получаются у нас вот такие ромашки из прищепок. Тоже все считаем, все проговариваем обязательно по-английски в это время, пока мы работаем. Потому что вы часто спрашиваете, например, а как прищепки связаны с английским? Тут неважно, что вы проходите. Мы не делаем акцент на прищепках. Мы всегда обсуждаем по темам, которые проходим. Я всегда задаю вопросы по теме, по тому, что нарисовано на шаблоне, например. Поэтому всегда обязательно английский у нас работает. Еще вот такая есть штучка. Здесь мы считаем рыбок и цифры у меня написаны на крышечках. Привет, привет, все, кто присоединяется. Цифры написаны на крышечках от сока. Нужно просто положить на нужную картинку нужную цифру. Почитать и положить. Тоже все всегда обязательно проговариваем в парах. Ну, и я обязательно хожу, подсказываю, проверяю, задаю вопросы. Конечно же, мы это делаем не молча, а обязательно все всегда проговариваю. Вот такие божьи коровки еще есть. Сюда мы приклеиваем кусочки пластилина. Делаем тоже божьим коровкам точечки, которые у них пропали. Three, two, dots и так далее. То есть, смотря сколько написано, столько детки и прилепляют точечек. Есть еще вот такие медузки. Я их показывала уже в играх про прищепки, еще расскажу быстренько. Да, здесь все просто. Мы приделываем нужное количество прищепок к этой заготовке. Еще можно сюда, видите, здесь есть дырочки. Можно вставлять вот эти вот гибкую проволоку, которая для творчества. Не знаю, как она называется правильно. Такая вот мишура есть, мохнатенькая, да, гибкая на проволочке. Ее можно вот сюда тоже вставлять вместо прищепок. Вот это тоже для прищепок, но уже по теме еда. Мы считаем еду, игрушки считаем, одежду считаем. Тут все-все-все подряд. Это когда мы подводим какой-то итог, да, уже ближе к концу года и вспоминаем, во-первых, слова, которые здесь, и плюсом их считаем. Тоже сюда у нас приделываются либо прищепочки, либо камешки мы кладем. Вот. Из покупных штучек у меня еще есть всякие разные пособия. В книжных магазинах их покупала. И не только. Вот такая есть книжечка, в принципе, ее можно сделать самому. То есть, нужно выставить правильное количество предметов и сказать, да, то здесь хорошо получается отработать множественное число. Two cats. Three birds. Да, то есть, чтобы дети проговаривали вот этот вот хвостик множественного числа. Показку S. Есть вот такие пазлы. Тоже покупные. Тоже можно что-то подобное сделать при желании. Да, нужно соединить картинку с цифрой. Цифра еще и прописана. Вот. Тоже пазлики дети с удовольствием всегда делают. И по поводу написания. Вот. По поводу написания. Еще вот такая игра есть с прищепками. Я ее использую. Я ее, вернее, показывала уже тоже в играх с прищепками. Еще раз быстренько проговорю. Может быть, кто-то не видел. Есть у меня какой-то круг, да. И к этому кругу дети должны прицепить прищепочки, читая то, что на них написано. Six, three и так далее. То есть, это такой простой способ повторить слова. Повторить их письменную форму, прочитать. Но он не такой скучный, потому что просто иногда вот соединить картинку со словом, это просто иногда уже надоедает, приедается. И еще покажу. Уже, наверное, последняя будет игрушка. Очень тоже люблю. Вот такие заготовки с букашками. То есть, есть банки. И в банках у нас пойманные букашки. Вот. Их много-много-много я вырезала. На банки я пишу, поскольку она ламинированная, нагладкая. Я могу цифры потом стирать. Пишу здесь цифру. И дети должны посадить нужное количество букашек мне в баночку. Вот. Ну, наверное, это все. Ну, еще есть у меня вот такие картинки. Ну, тут ничего такого, в принципе, замечательного в них нет. Просто они такие долговечно зламинированные. И с ними мы, в основном, играем в мостики. То есть, дети проходят по мостику. Дети проходят по мостику. И они должны называть те цифры, на которые они наступают. Да? Очень хорошо, индивидуально можно проверить цифры. То есть, что дети знают, чтобы не хором все отвечали, а каждый прошел и все циферки назвал. В классике еще тоже можно поиграть с такими цифрами. Вот. Ну, в принципе, наверное, все рассказала. Вот моя коробочка. Здесь все уже показано вам. А, ну, вот еще немножко. Еще не показала два тоже пособия. Это те же самые божьи коровки. Ну, тут принцип такой же. На листочках написаны какие-то цифры. И нужно посадить соответствующую божьи коровку с правильным количеством точек. Да? Посчитать. И приклеить ее сюда на листочек. Вот. То есть, счет очень хорошо здесь отрабатывается. Ну, и такие цветочки тоже делаем. Здесь нужно выложить цветочку лепестки из пуговиц, либо из стеклянных вот этих вот стекляшек, стеклянной полусферы, они, по-моему, называются. Посчитать и выложить цветочек. Вот такие всякие штучки. Всем спасибо. Пока-пока буду сохранять эффект. Надеюсь, что все получится. Вот. По пособиям тоже, если что-то непонятно, что-то, какие-то вопросы есть, задавайте, пишите. Все. Спасибо всем.